Добрый день! В эфире новости в студии Сергей Коробков. Через минуту в нашем выпуске. К единому мнению так и не пришли. На архитектурном совете обсудили вопрос восстановления московских ворот. Доверяй, но проверяй. Сотрудников правоохранительных органов будут проверять на наркотики. Столичные звезды на провинциальных подложках. В Тарусе давали балет «Золушка». Теперь об этих и других новостях подробнее. Пока во всей красе на бумаге, но скоро появится и на одной из городских улиц. Московские ворота, построенные в 18 веке к приезду Екатерины и разрушенные в советское время, снова стали предметом обсуждения. Члены архитектурного совета решали, где и когда должен появиться памятник. Варианты вместе с ними рассмотрела Татьяна Зимушина. При въезде в город в его центре или на окраине Московские ворота, бесспорно, должны получить прописку в Калуге, но на каком месте пока не ясно. Главный архитектор города Евгений Голышев предлагает несколько адресов и тут же выбирает из них лучший. По его мнению, памятник должен появиться на Московской площади между зданием спорткомплекса и танком. Там места достаточно, говорит архитектор. Отсутствие коммуникации позволит сделать цокольный этаж с музеем боевой славы. Мы хотим, чтобы в городе появился, ну пусть по образу и подобию, но мемориал именно в городе, центральной части города. Это первое. Второе. Приводим в порядок сквер, который все равно надо будет приводить к сверху юбилею Великой Победы. Третье. Восстанавливаем сами Московские ворота. Мы им даем новые, новые качества. Такой вариант нашел поддержку не у всех участников совета. Профильное министерство выдвинуло встречное предложение. Установить триумфальную арку в поселке Северном при въезде в город. Но и этот адрес не получил единогласного одобрения. Вопрос, когда и где появится памятник, так и останется открытым, подытожил губернатор. Пока историки, краеведы и архитекторы не найдут компромисс. Все придите к единому мнению, к консолидированному и скажите, вот мы так. И потом, для порядка, для того, чтобы эта ценность особую представляла потом для горожан, вынести на референдум. Вот, чтобы это было действительно памятью людей. Что это мы не просто там создали, что-то построили, а что построили то, что люди хотели. На заседании прийти к единому мнению удалось, но только в решении другого вопроса. В селье Ильинской, где во время Великой Отечественной войны шли бои, появится скульптурная композиция. Воин и его супруга по замыслу автора Виктора Михайлова должны не просто напомнить о подвигах, но и открыть молодежи новый взгляд на ценности крепкой семьи. Идея закладывается сейчас как молодежный парк с восложением цветов, не свадьбы, какие-то праздники и так далее. То есть в основе лежит любовь. Всем двигает любовь и подвигом, и переживанием каких-то сложных дней в жизни. Защитник и его возлюбленная пока в эскизе, но уже скоро положат начало масштабной реконструкции всего мемориального комплекса Ильинские рубежи. Его территория к 2015 году должна стать больше и краше. Татьяна Зимушна, Александр Бурылкин, телекомпания НИКТВ. Интересы трудящихся были и остаются под надежной защитой. В Доме музыки прошло торжественное совещание, посвященное 65-летию Калужского областного совета профсоюзов. Он был организован в 25 октября 1948 года для защиты рабочих в сфере охраны труда и соблюдения трудового законодательства. Эту же цель преследуют и современные профсоюзы, изменяя лишь средства взаимодействия с подопечными. В настоящее время в систему защиты социально-экономических интересов входит составление коллективных договоров, в которых работодатели и работники расписывают взаимные обязательства. Такая форма защиты прав становится все популярнее. В настоящее время область софпроф объединяет более 105 тысяч работников различных организаций. За последние годы было создано более 70 новых первичек. Профсоюзы востребованы. Во многих коллективах профсоюзной организации у нас есть. И самое главное, то, что у нас идет образование профсоюза теперь снизу. Сами работники выступают инициаторами создания профсоюзных организаций. Даже на инвестиционных предприятиях у нас сегодня потихоньку идет организация или образование профсоюзных организаций. То, что касается правительственных структур Калужской области, органов местного самоуправления, мы всегда прислушивались, прислушиваемся и будем к вам прислушиваться в реализации государственной политики на территории Калужской области. Поскольку, еще раз подчеркиваю, нам это позволяет через вас слышать людей. Ленточки – это не ограждение. На планерке в городской управе поставили вопрос, как обезопасить жителей от несчастных случаев во время укладки нового кабеля в Калуге. Напомню, сейчас во всем городе ведутся реконструкционные работы, которые призваны ввести город на новый уровень электроснабжения. Запланировано продолжить проложить несколько десятков километров кабеля. Работы должны завершиться к 28 декабря. В Калуге проложат шесть кабельных линий. Это при необходимости позволит делать резервирование электроэнергии, а также повысит уровень надежности всей системы электроснабжения города. Но наблюдения показали, что не все гладко с техникой безопасности. Не всегда своевременно ведутся восстановительные работы, отсутствуют знаки. Первый заместитель городского головы Павел Суслов отметил, что место работ по укладке кабеля необходимо огораживать не лентой, а жесткими конструкциями. Он пригрозил компаниям штрафом и дал им всего три дня на покупку оборудования. Современные ограждения для того, чтобы обеспечить безопасность передвижения пешеходов, ну и автомобилистов в том числе, в ночное время, которые должны быть подсвечены. Буквально вам три дня на устранение всех нарушений и с четверга вы должны работать в соответствии с нормативами, выставлять соответствующее ограждение. Ряды правоохранительных органов должны быть чисты, в том числе и от незаконных веществ. Сегодня в прокуратуре области силовые структуры подписали соглашение. Теперь все сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета и УФСИН будут проходить тестирование на предмет незаконного употребления наркотических или психотропных веществ. Непосредственно саму проверку будут производить в лаборатории наркоконтроля. Кстати, сами сотрудники УФСКН постоянно проходят плановое тестирование подобного рода, а также им устраивают и внеочередные. На данный момент, согласно исследованиям, более 12% жителей страны единожды пробовали наркотики. Почти 6% употребляют их эпизодически или постоянно. Поэтому такая инициатива, по мнению правоохранителей, может стать хорошей профилактической мерой. Необходимо задуматься населению, молодым людям, те, которые еще, может быть, могут тянуться к потреблению наркотиков, что у них будет определенный барьер заслон к поступлению в органы государственной власти. А на сегодняшний день правоохранительная служба, военная служба, она все больше и более привлекательна становится для молодых граждан. Мы все правоохранители считаем, что это крайне актуально для области задачи. И, более того, восприятие этой задачи, мое мнение как прокурора, что нужно начинать с себя. Профилактика заключается, в первую очередь, не в том, чтобы поймать каждого за руку наркомана, а чтобы все-таки здорового жизни в обществе насадить посредством личных примеров. Начальник УФСКН Борис Смирнов надеется, что к подобной инициативе присоединятся не только правоохранительные структуры, но и также органы власти региона. Обвиняемый в убийстве житель Москвы, скрывавшийся больше года, заключен под стражу в Малой Рославицком районе. По версии следствия, 4 августа 2012 года вечером на берегу пруда у деревни Кашурино обвиняемый вступил в конфликт с потерпевшим. В Москве считал, что местные жители не имеют права отдыхать на берегу водоема, расположенного недалеко от его коттеджа. Обвиняемый выстрелил из ружья в бедро потерпевшего. Пуля попала в артерию, и 36-летний мужчина скончался от потери крови. После происшествия стрелявший с крысом. Он был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск. 15 ноября этого года его задержали в Москве на съемной квартире. Сразу после обнаружения он был доставлен в Малой Рославиц в следственный отдел. Судом по ходатайству следствия в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего и передать это дело в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому за совершение данного преступления грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Несколько поколений спели на сцене конкретно концертного зала областной филармонии. Здесь прошел фестиваль семейного художественного творчества «Семь плюс я». Приехали 15 творческих фамильных коллективов, победители районных отборочных туров. Тема выступлений – наш любимый семейный номер. А вокальный он, танцевальный или инструментальный выбирать выпало право самим артистам. Ольга Лазотелна познакомилась с самыми творческими семьями. «Играть как можно веселее» – творческий девиз этой династии. Так что даже на распевке в гримерке участники других команд не смогли удержаться от прессовой. Один из многочисленных коллективов фестиваля – верхушка айсберга семьи Гапоновых. Когда собирается хотя бы треть, кажется, что гуляет целая деревня. В Борядинском районе есть маленькая деревня Галичок, откуда наши корни. И мы уже несколько лет подряд в середине июля все время туда ходим. И мы туда ночуем там, в палатках, поем песни, грустим и вспоминаем. Но без гармошки мы туда не ходим. Если не гармонию, так гармонии в семье может похвастать каждый участник фестиваля. Сестры Алина и Настя спелись два года назад. До этого особой дружбой похвастать не могли. Часто ссорились из-за компьютера. Сейчас ревнивый интерес к бездушной технике сменился душевными родственными порывами. Немножко повзрослели, поумели. Все-таки семья – это там такой, ну, пупсик. Что не песня, а рецепт погоды в доме. Вместо сцен выступление на сцене – секрет счастливых творческих семей. И чтобы счастье было полнее, а самовыражение ярче, Калужский фестиваль решено превратить в конкурс. А самых талантливых приглашать для выступления на московские площадки. Ольга Золотина, Андрей Бодрушев, телекомпания НИКТВ. Золушка в Тарусе. Столичная балетная труппа привезла в культурную столицу региона очередной спектакль. Наравне с опытными артистами на сцену вышли юные участницы Тарусской танцевальной студии. За маленькими шагами к Большому театру наблюдала Ирина Сидорова. Буквально месяц назад Тарусские карамельки получили важное задание от коллег из Москвы – адаптировать и разучить готовые танцевальные партии маленьких помощников Золушки. Перевоплощению в часики и апельсинки эльфов и сапожников предшествовали активной тренировке и ежедневной репетиции. Делятся впечатлениями от настоящих трудовых будней юные артисты. Да, в балете сложнее танцевать, чем в обычных танцах. Но тебе это не останавливает. Есть ради чего стараться, продолжают начинающие балерины, мечтательно наблюдая за теми, кто уже вкусил успех и признание. Потому что там очень красивые движения, костюмы. Там куда-нибудь ездили, например. Побежали! Кармен и Белые Лебеди из столичной труппы ездят действительно немало. В программе задействовавшие детские коллективы с полсотни городов. Например, в Тарусе корона русского балета выступает бок о бок с младшими коллегами уже третий раз. Хотя и видятся они только в день спектакля. Сводная репетиция с декорациями, с артистами. Чтобы детишки уже не пугались на сцене, когда вроде бы в зале репетировали одни, а здесь еще кто-то, персонажи какие-то в грене, в масках. Они на глазах растут. То есть некоторых мы четвертый год приезжаем. Я вижу, она была маленькая, сейчас она уже большая, уже другие танцы. Естественно, мы не один. Спектакли-то возим разные. У нас в Пиртаре 15 балетов. С каждым годом хореография на колесах вовлекает в мир танцев все больше молодых талантов. Калужская область москвичам нравится. А значит, в дальнейшем танцевального спецзадания стоит ожидать детским студиям из других городов региона. Ирина Сидорова, Михаил Кузьмичев, телекомпания НИКТВ, Таруса. В Калуге созданы работы 13 административных комиссий. Достаточно ли такое количество для города? Насколько они результативны? И в каких сферах городского управления они могут быть созданы? На эти вопросы ведущим программы «Главная» ответят специально приглашенные представители этих образований. Присоединяйтесь к разговору и вы, позвонив по телефону прямому эфира 557799. Начало программы в 20.00. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова